Что ты знаешь о Грузии? Я знаю, что она не в Америке. И не в СССР. Мы летим в Грузию. Да, именно туда. Полетели мы ночью, но мне нужно сдать статьи. Пол третьего ночи. Перелёт был очень долгим, но мы наконец-то добрались. Боже, мы в дороге 32 часа. Без сна. Забавно, но я ничего не знаю о Грузии. История страны говорит о войнах и конфликтах, но страна гордится своим гостеприимством. Похоже на странное противоречие. Но время всё покажет. Мы будем искать свои истории. В Грузии. Мы авторы путевых очерков. Мне нравится культурный аспект путешествий. А мне опасные и рискованные приключения. Джулия Даймон. Робин Эсрек. Главное найти истории, которые вдохновляют. И которые будут продаваться. О чём мне напишут в путеводителей по Грузии. Мы в Тбилиси. Мне нравится приезжать в новую страну и идти на самое высокое место, чтобы осмотреться, узнать, как выглядит город. Похоже на Восточную Европу, но здесь нет туристов. Это хорошо. Как будто мы нашли скрытое сокровище. Страну, куда обычно никто не ездит. Не работает. Эти бани потрясающие. Здорово. Красиво. Это всё часть Грузии. Местная вода полезна для здоровья. Я чувствую запах серы. Серные бани. Привет. Мы знаем, что по традиции женщины и мужчины идут в разные бани, поэтому я увижусь с тобой уже после. Сильный запах. Эта вода известна своими целебными свойствами. Горячо. Простите, это только для девушек. Я всё расскажу, когда буду внутри. Горячо, дыхание перехватывает. Грузины известны своим долголетием, и некоторые говорят, что это из-за купания в серных банях. У меня расстройство биоритмов. Мы добирались сюда очень долго. Целую вечность летели на самолёте. Жуткий путь. Расстройство? Ерунда. Здесь можно заказать массаж, во время которого массажист намажет ваше тело скрабом. Но меня не проведёшь. Я же была на турецком массаже. Они называют это массажем, но буквально это сдирание кожи. Без понятия, знает ли об этом Робин. Но его будут бить. Это, наверное, полезно. Здесь жарко. И мне не нравится запах серы. С меня снимают кожу, вода обжигает. Но всё, с меня хватит. У меня рука трясётся, потому что парень тёр меня очень жёсткой губкой, которая сняла с меня, наверное, семь слоёв кожи. Потом облил меня горячей серной водой. Она меня обожгла. Вот это испытание. А в конце было неожиданно приятно. Это очень странное ощущение. Я запомню его на всю жизнь. У меня рука трясётся. Смотрите. Рука не слушается. Когда я читала про Грузию, то сталкивалась только с чем-то старинным. Но я хотела чего-то более современного. Я зашла на MySpace и Facebook и поискала людей в этих местах. Нашла одного парня, и он рассказал мне о субкультуре в Тбилиси. Когда знакомишься с кем-то в сети, нужно позаботиться о безопасности. Я рада, что ты со мной. Я не знаю. Хорошо, что здесь не слишком людно. Отличное место для встречи. Похоже, это они. Привет. Привет. Это Дживи. Робин. Он Гиви, да? Гиви, а я Джулия. Привет. При вас, очень приятно. Рада встретить вас лично. Да, мы столько общались. Да. Мы приехали в 4 утра, и я еще не спала. Какие планы на вечер? Сегодня у нас будет концерт. Мы исполняем грузинский металл. Такая музыка была под запретом в советские времена по понятным причинам. Сейчас мы считаемся бунтарями. Люди думают, что мы сумасшедшие. Стереотипы о людях, слушающих подобную музыку. Такого нет в цивилизованных западных странах. Парень из концертного зала услышал, что мы устраиваем металлические концерты, и отказался сдавать помещения. Представляете? Правда? Встречаться с незнакомцем из интернета может быть опасно, но эта ставка сыграла. Субкультура в неизвестной стране – идеальная статья. Музыкальной индустрии здесь почти нет. У грузинских металлистов есть шанс проявить себя на подобных мероприятиях. Спасибо, что пошел со мной. Где-то здесь называется дежавю. Мы на месте. Что такое? Света нет. Нет света? В смысле? Ну, проблема внутри здания. Это мое первое знакомство с грузинским хэви-металлом, и тут отключили свет. Потрясающе. Концерт отменили, и Гиви отвел меня туда, где группа может играть. А я могу познакомиться с музыкантами. Отдыхаем? Да. Это место для репетиции. Мы как будто в подземелье. Да, это отражает стиль музыки, которую мы играем, и которую любим. Это наш дом. Здесь собираются многие грузинские музыканты. Проводится много концертов, и люди приходят выпить, отдохнуть. Мы очень гостеприимные. Мы развлекаемся, общаемся. У нас тут весело. Это Мэнчи. Она выглядит хрупкой, но может петь гроулингом. Я исполняю дэвт-металл. Что сказать? Да что угодно. Хорошо, да? Ну да. Для первого раза неплохо. Мне повезло познакомиться с ребятами в интернете. Мы отлично провели с ними время, и я поняла, кто они, и почему эта музыка так важна для них. Я нашла тебя через Майспейс. Если бы у тебя не было страницы, то не было бы этой встречи. Интернет – крутая штука. Джулия может писать о чем угодно, а я не могу. Мне нужно продать идею редактору. Когда я искал, чем бы заняться в Грузии, я был поражен, когда понял, что европейские боевые искусства зародились в Грузии тысячи лет назад. И об этом мало кто знает. Это глава Союза. Лаша Кабакидзе и Арчил Гракелашвили – члены Союза грузинских боевых искусств, и они сразу готовят меня к бою. Этой форме примерно 200 лет. 200 лет? Ну да. Все чешется. А этой обуви примерно три недели. Это называется кирдоба. Традиционная борьба без рук. Еще один вариант борьбы с захватом запястья. За пару секунд почти каждая мышца и связка в моем запястье была растянута. В традиционном бою часто встречаются переломы запястья и пальцев, и поэтому соревнований здесь не проводят. На очереди кулаки. Что это? Что это? Разминка? Разминка? Это похоже на бокс, и он хочет, чтобы я участвовал. Ударь его хорошенько. Получше. Ты слишком напряжен. Расслабься, спокойно, не нервничай. Спокойно, расслабься. Все хорошо. Я выучил удары и приемы борьбы. Смотрите. Теперь мы отправимся в замок первого века, где я узнаю об оружии. Пошел дождь. Идем в старую крепость, вне зависимости от погоды. Пошел дождь. Привет. Привет. Ты как? Джулия вчера перебрала. Нет, я простыла. Потому что много выпила вчера. Неправда. Потому что прилетели в 4 утра? Да, вот это правда. А ты куда вчера пропал? Надо было остаться, было весело. Нам же рано вставать, спящая красавица. Как называется борьба? Кердоба. Ее забыли на многие века, а эти ребята возрождают ее. Вроде бы как. Я увижу, как тебя побьют. Если повезет. Это мне понравится. Этим утром я был в спортзале, но здесь намного лучше. Ведь это крепость первого века. Мы узнали о кулачном бое, борьбе, а теперь узнаем об оружии. Они практикуются вот с такими мечами. Вы можете видеть, что они острые, загнутые. Это боевое оружие. Я хочу увидеть его в бою. Уверена, будет весело. Удар. Стойку. Удар. Стойку. На тренировки уходят годы. Поэтому мне интересно посмотреть, как неуклюже он будет махать мечом. Я ему доверяю, он будет бить по щиту, а не по лицу. Все основано на честном слове. В такой позиции сложно двигаться. Ясно. Теперь два меча. Это потрясающе. Никогда такого не видела. Робин нашел отличную историю. Почти в глаз. Здорово. Хочешь попробовать? Нет, нет, спасибо. Не хочу. У меня за спиной парень размахивает топором. Впервые я задумалась, а в безопасности ли я? Топор – это самое большое оружие. Называется кабари. Кабари? Ну да. Можно? Да. Осторожнее с коленями. О боже, Робин взял топор. Теперь я точно в беде. Прячусь за углом. Теперь у нас есть испуганный оператор. Да тут все окаменели. О боже. Советую тебе отойти. Повернись. Держи крепче. Конечно. Следуй за ним. Вот так. О, нет. Надеюсь, он не вылетит, иначе придется отвечать за снесенную кому-нибудь голову. Круто. Он мог бы улететь в тебя. Я знаю. Один писатель-путешественник убивает другого средневековым оружием. Что дальше? У нас проблемы. Начинается дождь, а дожди здесь проливные. Так что нам пора. Как много оружия, такое разнообразие. Это я. За пределами Грузии никто не знает, что старинные боевые искусства возрождаются, и то, что они возрождаются сейчас, можно считать превосходной историей. Это просто потрясающая история. Полуденное солнце проглядывает сквозь грозовые облака. Показательные бои на стене старой крепости напоминают сцены из фильма. Мечи звенят, а прямо под сражающимися раскинулся город. Во всем мире есть школы каратэ и кунг-фу. Когда-нибудь появится школа грузинских боевых искусств? Мы покидаем Тбилиси и едем в сельскую местность. Похоже, мы подъезжаем к винодельческому району, потому что все, что я вижу, это виноград. Замок, окруженный виноградниками. Пора фотографировать. Самое лучшее в поездке на машине – это возможность остановиться и сделать пару снимков. В этом суть путешествия. Забавно, что наш гид сказал, что тут нет ничего особенного. Просто замок. Он для нас особенный. Вместе мы побывали в 26 странах. Джулию нельзя никуда брать, потому что у нее есть привычка находить милых парней на велосипедах. Даже в отдаленных грузинских замках. Невероятно. Путевые очерки не обязательно должны быть о чем-то определенном. Это может быть просто описание вашей поездки. Что продаете? Что продаете? Мне понравится. Какой персонаж. Здорово. Смотри. Спасибо. Мужчина только что подарил мне огромный огурец. Спасибо. Это все, что мне нужно. Обожаю Грузию. Я люблю Грузию. Регион Сигнахи славится своим вином. Именно здесь его и придумали. Совсем не похоже на Тбилиси. Обычный пыльный восточноевропейский городок. По-моему. Туристическая атмосфера. Это первые сувениры. Охоже, они и правда развивают туризм, вкладывая деньги в регион. Красота. Много народу приезжает в Грузию за хорошим вином? Если кто-то уже написал статью о грузинском вине, это не значит, что я не могу о нем писать. Конечно. В идеале надо писать о том, о чем никто не писал. Но Робин прав. Мы же об этом не писали. Мы не всегда ищем новые идеи. Нам нужно то, о чем мы еще не писали. Наш гид Ник отвез нас в обычный дом, где делают вино по старинному рецепту. Это винный погреб. Значит, вино хранится в этих бочках? Да? Оно здесь бродит. Виноград кладут сюда? Да. В Грузии растут 200 видов винограда. Мы говорим о винограде, о котором не знает мир. Калмаджос. 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 Очень молодое. Помимо вина, тосты также являются важной частью грузинской культуры. Да. Нас научат искусство грузинских тостов сегодня. Думаю, нас снова заставят пить много вина. Обычай такой. Я волнуюсь. Это часть гостеприимства. За Господа и за новые знакомства. За новых друзей. Обычно в Грузии первый тост всегда посвящают Богу. Нужно вспомнить тех, кто ушел, и кого уже с нами нет. Это вино мне нравится больше предыдущего. Всегда хотел работать там, где платят за то, что я пью. Тебе нужно стать тамадой. Мы выпили за Бога, выпили за прошлое и усопших, а теперь пьем за будущее поколение, да? Да. За будущее. Мы пьем за всех детей в мире. Похоже, у тамады в запасе бесконечное количество тостов. После каждого нужно осушить бокал вина. Вы можете представить, к чему это приводит. Особенно в нашем случае. Это особый тост. Тамада сам выбирает, кто будет пить. За грузинских друзей. Мы благодарим вас за щедрость. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я боюсь, я не хочу все это пить. Это очень много. Вспомни колледж. Я никогда столько не пила. Спасибо за гостеприимство. Это вкусно? Но его очень много. Вот так. Спасибо за терпение. Пора включаться в работу. У меня есть степень по журналистике, а на последнем курсе я получил степень по выпивке. Может, научусь пить с залпом? Это второй огурец за сегодня. Что это за история с незнакомыми мужчинами и огурцами? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Тут точно есть история. Беспорно. Тосты – это здорово. Я принял твердое решение – 10 минут в неделю уделять тостам. Если бы все собирались за столами, мир был бы лучше. Это я вам говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА